Мой доклад сегодня будет посвящен иммунотерапии возраста ассоциированных заболеваний. К сожалению, охватить абсолютно все заболевания будет невозможно, поэтому я в своем докладе рассмотрю основные. И на слайде представлены показатели смертности от возраста ассоциированных заболеваний, от атеросклероза, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, автор в статье, ссылка указана ниже, указывает еще два заболевания. Это гипертоническая болезнь сердца и диабет. И указывает на то, что, несмотря на то, что патогенез каждого из этих заболеваний индивидуален и имеет свои особенности, есть общие факторы, которые объединяют их все. И в частности, таким объединяющим фактором является воспаление, о котором говорили уже предыдущие докладчики. И поэтому терапия, в основном, ну, по крайней мере, та иммунотерапия, о которой я буду говорить, она будет направлена на сдерживание воспалительной реакции или контроль иммунного ответа. Что касается видов иммунотерапии, она может быть активной и пассивной, и активно обеспечивает запуск иммунного ответа в организме пациента, и может быть специфической, либо не специфической. В данном случае специфическая это вакцинация. И пассивная иммунотерапия. Тогда мы вводим какие-либо активные иммунные компоненты в организм пациента для контроля за развитием его иммунного ответа. Это могут быть либо моноклональные антитела, либо адаптивная клеточная терапия. В основном я буду сегодня говорить про моноклональные антитела и частично про вакцины, и если успею, но, к сожалению, наверное, вряд ли, то и про клеточную терапию. Я начну с иммунотерапии сердечно-сосудистых заболеваний, с атеросклероза. И, как известно, атеросклероз лежит в основе большинства сердечно-сосудистых заболеваний, является воспалительным заболеванием, которое связано как с нарушением липидного обмена и продукцией большого количества активных форм кислорода и наряду с холестерином, которые могут являться факторами опасности, которые стимулируют врожденный иммунитет. На слайде представлены основные цитокины и химокины, которые участвуют в патогенезе атеросклероза. И, несмотря на то, что достигнут существенный прорыв, наверное, в терапии атеросклероза и разработаны и статины, и разработаны ингибиторы пропоритэмконвертазы, субтилезина и кексина, и они помогли, естественно, снизить заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оптимальная терапия до сих пор находится, ну, в общем-то, под вопросом. Атеросклероз является, как я уже говорил, воспалительным заболеванием, и, соответственно, воспалительные маркеры, в том числе цириоактивный белок, и высокочувствительный цириоактивный белок является одним из как важных регуляторов атеросклероза, так и маркером воспаления. Прежде чем говорить о таргетной иммунотерапии, необходимо сказать о том, что было проведено исследование по использованию метатриксата в лечении атеросклероза, и при этом существенных изменений, существенные разницы между применением плацебо и низких доз метатриксата не показало значимого клинического эффекта на развитие атеросклероза. В то время как использование канакиномаба – это моноклональное антитело против интерлекина 1-бета – показало значимое различие между группой плацебо и, соответственно, группой, где использовался сам препарат. И на слайде синим цветом показана частота сердечных событий у пациентов, которые применяли плацебо, и, соответственно, красная линия – это те пациенты, для которых принимался канакиномаб в разных дозах. Это были дозы 50, 150 и 300 мг, и все они объединены на слайде, на графике этой линии красного цвета. Поэтому, с учетом данных этих, необходимо понимать, что средства, которые имеют широкий спектр действия, в частности метатриксата, не привело ни к снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, ни к снижению смертности, и поэтому необходимо определять очень точные и точные лекарственные межрежения, которые бы блокировали специфические для атеросклероза воспалительные пути. Для примера можно рассмотреть интерлекин-23. Это член семейства интерлекина-12. Он обладает провоспалительными свойствами, активирует дендритные клетки, макрофагия и является важнейшим участником дифференцировки популяции ДХЛ-17 и, следовательно, связан с иммунопатогенезом воспалительных заболеваний. И в экспериментальных исследованиях на мышиных моделях были получены противоречивые результаты, потому что у мышей с моделью атеросклероза дефицит рецептора интерлекин-23 совсем не влиял на развитие этого заболевания. С другой стороны, было показано, что ингибирование интерлекина-23 приводит к увеличению количества проатерогенных бактерий, что приводит к усилению прогрессирования атеросклероза. И, соответственно, в клинических испытаниях по поводу моноклональных антител, направленных на ингибирование интерлекина-23 или интерлекина-12, было показано, что применяются эти препараты при псориазе. Было показано, что частота сердечных событий у пациентов, которые получали препараты, у них была существенно выше, чем у группы плацебо. Что касается фактора некрозоопухоли, еще один важный воспалительный цитокин, и он высвобождается в плазме в течение нескольких минут после травмы. Было показано, что у мышиной модели с атеросклерозом у них концентрация ФНО была в бляшке гораздо выше, и у людей были показаны примерно схожие данные, и показано, что терапия, направленная против ревматоидного артрита, против моноклональных антитела, против ФНО, кроме того, улучшала клиническое течение и других воспалительных заболеваний, не только ревматоидного артрита. Поэтому, кроме того, подчеркивались благоприятные сосудистые эффекты лечения в дополнение к улучшению основного состояния пациента. Что касается интерлекина 6-го, о котором уже говорили сегодня, и Ольга Владимировна о нем говорила, здесь результаты были неоднозначные. И наиболее известный препарат, который направлен на регуляцию интерлекина 6-го, это цилизумаб, моноклональное антитело против рецептора интерлекина 6-го. И в сравнении терапии антифНО, антиинтерлекин 6-й рецептор и стандартная терапия, которая используется в лечении пациентов с атеросклерозом, были получены неоднозначные данные о том, что применение цилизумаба увеличивает концентрацию холестрина или протеидов низкой плотности. При этом воспалительная составляющая у таких пациентов снижалась. С другой стороны, есть новый препарат ЗИЛТВКИМАП, и это полностью моноклональное антитело против самого уже интерлекина 6-го. И на данный момент препарат находится во второй фазе клинических испытаний, и в течение 24 недель будет применяться этот препарат. Из предварительных данных известно, что он обладает достаточно хорошей переносимостью, снижает уровни фибриногена, сывороточного амилоида А, гаптоглобина, фосфолипаза А2, либо протеина в плазме, и, соответственно, снижает основные воспалительные события, с которыми так или иначе связан атеросклероз. Что касается химокинов, химокины необходимы для миграции и химотаксиса лейкоцитов, в том числе и в интиму сосудах при атеросклерозе. И здесь необходимо выделить основные препараты, которые на данный момент проходят в фазе испытаний. В частности, это моровирок. Он более известен как антиретровирусный препарат, и это ингибитор химокинового рецептора ЦЦР-5. Было показано, что он индуцировал антиатросклеротический эффект на мышечных моделях, которые склонны к атеросклерозу. И на данный момент в четвертой фазе испытаний уже находится этот препарат для лечения атеросклероза у ВИЧ-позитивных пациентов. Будет ли он применяться в дальнейшем на пациентах, у которых негативный ВИЧ-статус, пока неизвестно, но, однако, он показывает хорошие результаты. Что касается ингибиторов рецептора ЦЦР-2. Это моноклональное антитело прошло вторую стадию испытаний, но в дальнейшем исследователи сосредоточились на изучении исследования данного антитела при других заболеваниях. И вот здесь на слайде выше приведен патент, где предполагается использование антагонистов ПД-1 рецептора и антитела против ЦЦР-2 в лечении уже окополевых заболеваний. И, в общем-то, до третьей фазы исследования атеросклероза этот препарат уже не дошел. Помимо того, что применяются антитела, было проведено еще и клиническое исследование второй фазы для ЧВС-100. Это плазмида ДНК, которая кодирует ингибитор ЦХЦЛ-12. И предполагалось, что он будет улучшать сердечную деятельность у пациентов. И в этом исследовании, к сожалению, не удалось продемонстрировать статистическую значимость от первичной точки спустя 4 месяца лечения. Я не буду, соответственно, рассказывать про все, но стоит отметить, что из всех представленных здесь препаратов на данный момент только моровирок добрался до четвертой фазы. И необходимо достичь, либо разрабатывать новые мишени, либо менять сами подходы к использованию препаратов против химакиновых рецепторов. О концепции тренированного иммунитета говорили предыдущие докладчики, поэтому я не буду останавливаться на том, что он из себя представляет. Но есть само воздействие на тренированный иммунитет, естественно, находится в состоянии начальном. И пока эта концепция разрабатывается и подтверждается, есть исследование, которое опубликовано в 2021 году, о том, что мы можем создать модель, по сути, тренированного иммунитета с помощью бета-глюкана, и применение флуостатин, например, будет снижать эту индукцию тренированного иммунитета, а на втором слайде здесь представлено использование наночастиц со статинами, которые доставлялись непосредственно в макрофаге, и показана экспрессия генов. Пока все эти исследования находятся в разработке, и до клинических испытаний они еще, естественно, не дошли. Что касается ингибирования контрольных точек, это костимулирующие, коингибирующие белки, они являются ключевыми факторами, которые регулируют именный ответ. И наиболее известное, наверное, применение этих препаратов все-таки для опухолевых заболеваний, но применение их в других аспектах и при других заболеваниях только начинается, это касается и атеросклероза тоже. По поводу ингибирования контрольной точки CD28 и CD8086, здесь есть два варианта применения, как в терапии, и это 21-го года статья, точнее, это протокол о том, что будет запланировано испытание Oracle, и будет применяться стандартная терапия плюс аботоцепт, который является иммуноглобулином, блокирующим взаимодействие как раз CD28 и CD886, и планируется, что это будет снижать воспаление. С другой стороны, вот в статье 2016 года было показано, что можно использовать антитела, которые блокируют CD80, их связывать с Индием 111 и другими агентами, которые бы визуализировали клетки, которые несут на себе этот рецептор, и было показано, что экспрессия CD80 резко увеличена в пляшках нестабильных, то есть те, которые находятся на стадии воспаления и, соответственно, являются частой причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний и, соответственно, усиления клинической картины. По поводу ингибирования CD40 и CD40-легант здесь неоднозначная картина, и связано это с тем, что, с одной стороны, это взаимодействие стимулирует антигенопрезентирующие клетки, а взаимодействие с Б-лимфоцитом обеспечивает переключение тяжелых цепей. С другой стороны, это поддерживает проатерогенное действие. Если же мы блокируем это взаимодействие, то мы снижаем воспалительный ответ, но при этом это может быть причиной развития инфекционных заболеваний у пациента. Решение было найдено, и для того, чтобы оставить возможность переключения тяжелых цепей иммуноглобулина, необходимо блокировать взаимодействие CD40 и TRAV6, потому что через TRAV2, 3 и 5 происходит активация Б-лимфоцитов и, соответственно, переключение их тяжелых цепей. Были разработаны ингибиторы малых молекул, они избирательно блокируют взаимодействие между CD40 и TRAV6 и не влияют при этом на другие пути передачи, тем самым сохраняя иммунитет, который опосредован взаимодействием через CD40-рецептор, такой как переключение иммуноглобулинов. И это предотвращало классическую активацию нацитов-макрофагов, антигенпрезентирующих клеток, рекрутирование лейкоцитов и миграцию к стенке сосудов, а также удержание лейкоцитов в месте бляшки. На данный момент препараты прошли доклинические испытания и показаны очень хорошие эффекты на приматах. Информации о переходе к клиническим испытаниям я, к сожалению, пока не нашла. По поводу ингибиторов CTLA-4 и PD-1, это препараты, которые используются для лечения меланомы. В клинических испытаниях, которые были направлены на лечение онкологических заболеваний, не было показано увеличение частоты сердечно-сосудистых событий у пациентов. Однако же при исследовании данных препаратов на мышиных моделях было показано, что применение этих препаратов в течение пяти недель усиливает экспрессию рецепторов адгезии. Это была брюшная часть аорты. Соответственно, увеличение этих экспрессий, этих молекул адгезии будет стимулировать привлечение клеток иммунной системы и развитие воспаления. Иммунотерапия… Я совсем уже задержалась? Да. Еще три минуты, да? Три минуты, хорошо. Я постараюсь очень вкратце. Что касается иммунотерапии нейродегенеративных заболеваний, не буду сильно останавливаться на патогенезе болезни Альцгеймера, но остановлюсь на нейровоспалении, потому что и амилоид, и гиперфосфорилированный таубелок – все они являются факторами опасности, которые стимулируют воспаление. И первый сигнал активации инфломасомы происходит за счет распознавания специфичных для болезни Альцгеймера агрегатов и активации, соответственно, толп подобных рецепторов и экспрессии проинтерликина-1-бета и проинтерликина-18. А вторая стадия может проходить через повреждение лизосол, высвобождение ферментов, таких как катепсин-Б, а также образование активных форм гислорода. Все это будет приводить к сборке инфломасомного комплекса, его активации и, соответственно, процессингу проформ цитокинов до зрелых форм интерликина-1-бета и интерликина-18. На данный момент из активных испытаний вот здесь представлено четыре препарата. Первый – это нестромолекулярный ингибитор инфломасомы, он взаимодействует с доменом в самом НЛФ-3, и это приводит к ингибированию гидролиза АТФ, ингибированию активации, ингибированию олигомеризации всего этого комплекса. И на мышечных моделях было показано, что это приводит к увеличению, улучшению когнитивных функций, и, возможно, за счет того, что снижается количество бета-амилоида и его утилизация фагоцитоза. Второй препарат – тоже низкомолекулярный ингибитор. Это ингибитор КАСПАЗ-1 и агрегация прокАСПАЗа с доменом АССИ. Тоже были показаны неплохие результаты. Было показано снижение окислительного стресса и, соответственно, нейропродукторные его эффекты. Второй препарат – белмаказан – это ингибитор КАСПАЗ-4. Он нетоксичен и уже одобрен FDA для клинических испытаний с участием людей. Этот препарат обеспечивал снижение отложения амилоида и, соответственно, стабилизирование, заморозки патогенеза болезни Энцгеймера и остановки его развития. И последний препарат – это активная молекула сульфанинутрила и специфический ингибитор инфламосомы НЛРП-3. Далее здесь представлена как активная, так и пассивная терапия болезни Энцгеймера, направленная как на амилоид, так и на ТАУ-терапию. И в недавних исследованиях были пересмотрены взгляды на патогенез болезни Энцгеймера, я имею в виду концепцию по поводу амилоида. Однако же большое количество препаратов направлено именно на либо его блокирование, либо блокирование олигомеризации его, либо блокирование формирования нейрофибриллярных клубков, а также применение активной терапии, то есть, по сути, вакцинации, которая бы стимулировала собственную иммунную систему к выработке как антител, так и различных клеточных факторов, которые бы обеспечивали элиминацию этих самых белков. Единственный на данный момент одобренный препарат – это Адоконумаб. Направлен он на терапию легкой и средней формы болезни Энцгеймера. Однако данные по нему очень противоречивы. Были проблемы с его одобрением, и на европейском рынке он появился спустя много времени, и результаты по нему, на самом деле, неоднозначные. Поэтому будет ли этот препарат в дальнейшем применяться, к сожалению, пока сказать не могу. Я прошу прощения, я очень сильно задержалась. Можно еще минуты? По поводу терапии здесь представлены основные препараты, которые на данный момент либо проходят в фазах клинических испытаний, либо они остановлены. Я не буду о них говорить. Единственное, скажу, что если для амилоида уже есть одобренное моноклональное антитело, то для ТАУ-белков здесь есть только четыре моноклональных антитела и одна вакцина, которые достигли фазы 2. У них хорошие результаты, однако они прошли этап понимания безопасности применения этого препарата, и теперь необходимо выяснить, насколько они будут эффективны. Использование наноантител. Здесь основной плюс таких антител заключается в том, что это одноцепочная молекула, которая специфично распознает какой-либо эпитоп, и его можно использовать как для терапии болезни Альцгеймера, так и для диагностики. То есть если мы используем метку для этого наноантитело, то они могут накапливаться в сетчатке, и, соответственно, по большому счету это вариант неинвазивной и очень ранней терапии болезни Альцгеймера. По поводу болезни Паркинсона, наверное, я уже не буду. Здесь презентация будет выложена, и все ссылки на исследования есть. Если слушатели захотят ознакомиться с этими исследованиями, то все ссылки рабочие и информация по ним будет. Спасибо за внимание.